Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и вы смотрите своё любимое шоу Половинки. Если это так, то поддержите меня лайком, потому что мы начинаем. Ты ничего не забыл? Что? Где самые большие выигрыши, надёжные выплаты, кто самый хороший? Микки, ты в своём уме? А ну быстро говори! Понял, всё. Ссылочка находится в комментариях. Кто перейдёт, тот всё поймёт. Можем продолжать? После съёмки купишь мне еды. Меня зовут Аня, мне 25 лет. Я занимаюсь спортом, музыкой. Очень облючиться, узнавать что-то новое. Я маленькая, да, удаленькая? Ага. 133 сантиметра сейчас у меня рост. И ты не растёшь уже? Нет. А чё не усы? У меня диагноз остеохондродистрофия. Задержка роста. Это врождённая? Да, то есть я родилась уже с этим диагнозом. Был какой-то опыт отношений? Какие-то женихи были? Нет. Ни разу не было никаких отношений. Она пыталась усы сбурить или что? Почему не усы? Вообще-вообще? Вообще-вообще. Не же в щёчку не целовала. Она щетиной. Абсолютно ничего. А сколько тебе лет? 25. А цветы дарили? 30 мая дети на последнем звонке. А мужчины нет. Я не встречалась ни с кем. И интимных отношений тоже не было. Чем занимаетесь? Я занимаюсь лёгкой атлетикой. Спорт для инвалидов. Я метаю диск, выкаю ядро. А какие планы вообще в спорте у тебя есть? Большие. Вот сейчас будет пара олимпиады. Это первая пара олимпиада, на которую у меня есть шанс попасть. Это грандиозные события, которые происходят раз в 4 года. Ещё параллельно я вот в этом году начала в школе преподавать информатику. Всесторонняя такая. Да, я стараюсь быть первой везде. В школе золотая медаль, по музыке тоже красный тепло. Всё красное, всё с отличием, всё золотое. Что-нибудь ещё? А в жизни не очень, да? Я очень люблю читать исторические книги. Про цари, императоры, императрицы. Хотелось бы пожить принцессой. Я достойна этого. Какого парня ты хочешь? Хотелось бы надёжного, умного, образованного. Ну и обеспеченного в том числе. Что значит обеспеченного? Давай поподробнее. Вам как, в валюте? В валюте. Да, да. Ну, тысячи две тай-доллара в месяц. Две-три тысячи долларов. Ну, это минимум. Откуда столько запрошено? Всё, ребята. Я честно думал, боже, бедная девочка. Ну, кого ей найдут. Что ж вы все такие моральные уроды? Ну, ладно вы там, кто природы немного не обделила. Господи. Ну, стараюсь ко всем относиться как к человеку. В первую очередь. Стараюсь не обращать внимания. Там, кривой, косой, там, маленького роста. Вот, как человек. Ну, шап две-три тысячи долларов, а то так себе. Бля. Жизнь сейчас такая, понимаете, цены. Две-три тысячи долларов зарплаты. Что-нибудь ещё? Чтобы защитить смог. Чтобы просто чувствовала себя, как за каменной стеной. Мы поняли, что нужен рыцарь. Умный, красивый. А ты ему что дашь? На коне. Усики? На коне. Я люблю лошадей очень сильно. Я родилась бы лучше. Ну, хорошо. Готовься к свиданиям. Да. Хотелось бы иметь отношения. Аней как личностью можно восхищаться. Золотые медали, победы. Но. Ни одного свидания, ни одного поцелуя. Мне кажется, у неё вообще представления про отношения сформированы по книгам. Поэтому я считаю, что для неё просто сходить хотя бы на одно свидание, это уже супер прогресс. Парень должен быть добрым, общительным, и романтичным. Да, и вот я бы даже добавил, что это должен быть рыцарь на коне. Всем привет. Я Жека, мне 24 года. Я заядлый байкер. В крови у меня живут из октябрях данного биги. Езда на мотоцикле для меня это всё, вот сердце колотится, сакс с движком. Я ещё лошадей очень люблю. Верхом ездить умеют, очень хорошо. Занимался историческим фехтованием, воевал за короля своего. Моя бывшая девушка не понимала это увлечение, эту страсть. Познакомились мы с ней в интернете. Прожили вроде как три года. Я сделал ей предложение. Она сказала, у неё прошли чувства. Очень переживал. На данный момент я готов к новым отношениям. Мне нравятся такие вот с перчиками, которые могут за себя постоять. Женский идеал, брюнетка невысокого роста, девовоительница, леди Сиф. Перед первым женщиной, а не побачением, Наталя запрошает девчину потеревенеть про жіночие. Здравствуй. Здравствуйте. Какая ты стильная. Блин, она мужика немного похожа. Ребята, честно, вот я смотрю, не хочу обидеть, не хочу казаться каким-то таким. Ну серьёзно, а почему у неё мужские черты лица? Это только я это вижу? Как ты вообще за собой ухаживаешь? Ты ходишь к косметологу. Редко очень. Редко. А он никогда тебе ничего не рекомендовал? Нет. А как ты думаешь, я сейчас подкрадываюсь, намекаю на что? На усики. Походу в самом красном. Да, а почему? Не знаю, честно. Я ж красива. Ты как ты смотри в зеркало, у тебя есть замечание к каким-то элементам своего лица? К некоторым родинкам, небольшим прычечкам. У меня родинка и точечка, у тебя вот тут бляха, муха, щетина, у меня там родинка. Всё, всё в принципе. Всё. Всё. Понятно. А мне кажется, что стоило бы обратить внимание ещё на растительность над верхней губой. А, ещё на подбородке. И на подбородке. Тебя это не смущало? Боже, не смущаю. Старалась скрывать, то есть как-то там или голову наклонять, или там в тени, чтобы она была менее заметна. Жизнь в тени. А-ля, сходить к косметологу. Пока я читала в интернете, ущипывать, выдёргивать, какие-то народные. Мы не будем народными средствами решать эту проблему. Лазерная пиляция называется. Будем ждать интересное приключение. Чуть-чуть страшное, но я готова. Ну да, я согласен, потому что если её показать мужику в таком виде, она считает, что у неё там родинка только. Теки бьюти процедуры схожи на экстремальную пригоду. Первые ощущения это были болезненный шок, когда куча мелких уголок допиваются. Я это терпела, потому что это было сделано для улучшения внешности. Долго, как уже будет красное, потом, время сжигания. Покраснение может держаться до получаса. Я думаю, что у вас, в принципе, оно довольно быстро сойдёт. После того, как я видела себя обновлённую, мне очень понравился эффект. Всё-таки изменения были. Хоть немного на девочку похожи. Хоть немного на девочку похожи. Хоть больше приемных. Реально, пропали усыку и немного надетку слова похожи. Вы не красивые, вы просто поклоните над Аниным образом. И нареште, девчина готова до зустречи с принцем. О, ну это уже что-то. А то же реально, какой-то звездец был. Она в шоке? Привет. Привет. Я Женя. Очень приятно, Аня. Появление Жени на мотоцикле было для меня шоком. Я ожидала, что она другого. Мне понравилась лишь курточка и платье. Больше, к сожалению, ничего. Понятно. Я решил познакомиться ближе. Узнать, что за человек, с кем взгляды на жизнь. Тут у меня для тебя подарочек. Спасибо. Я думаю, ей букет понравился. Она заценила. Этот букет мне напоминал как-то березовый веник. Ты вообще ездила на мотоцикле? Нет, ни разу в жизни. Березовый веник. Я не готова рисковать своей жизнью, даже на первом свидании. О, господи. Вот это у нас пара. Я стоила к свиданию и сделала прическу. Ну, пардон, но без этого никак. Безопасно. Вот, если что, оп. Он напялил на меня рюкзак, одел на меня шлем абсолютно, не прислушиваясь к моим ощущениям. Уважение, тут и высоко слишком, и на каблуках еще и шлем жмем. На байк мне было забираться сложно. Он должен был помочь присесть мне, а потом уже садиться сам. Как он тебе поможет присесть? Я вот это, бать, слушаю. Ты не сможешь сесть, если он не сидит. Вы вместе завалите к черетям байк. Все он правильно сделал. Он сел, как я за Снежкой, так тоже катаюсь. У меня тоже есть мотоцикл. Я сажусь, Снежка залазит, держится за меня. Ну, извините, баба не знает. Она знает только про конный спорт. Обычно девочкам это нравится. У тебя, чувак, необычная девочка. Это был для меня большой ужас и шок. Женя, я не могу. Что случилось? Я не могу, Голь. Меня Сю трясет, меня укачало. Мне плохо. Ну, все туда, ну, приехали с нас. Так тебя просто укачало или как? Нет, мне плохо. Меня укачало, я не могла ни стоять, ни говорить. Женя на это все реагировал без особой какой-то заботы. Тазика должен был принести. Я не мог ей ничем помочь. Я даже воды с собой не брал. Мне очень плохо. Я не люблю такой экстрим. Это не по мне. У меня было желание сильно на него наорать. Сережку потеряла. Да ладно, нормально все было. Все было ужасно. Это был кошмар. Я хочу сейчас просто в обычное спокойное место, где можно что-то попить и поесть. Такой истерики я не видел. Я так понимаю, второго свидания не будет, да? Хорошо, что мы были на набережной. Там много ресторанов. Но немножечко у меня были другие планы на этот день. Денег у меня сейчас нет. Но сейчас решим эту проблему. Для меня это было полным шоком, то, что... Ну, без денег. На свидание... Я же сказал, 3 тысячи долларов. На тот момент у меня в рюкзаке была бумага, маркер. Поэтому решил выйти так к ситуации. Я в жизни зарабатываю на своем мотоцикле. А ты пока будешь отдыхать. Целый час буду сидеть так, дышать воздухом. Великолепная аэромания. Если я иду на свидание, то все проходит, как я запланировал. Мало верю в эту идею фикс. Не верь, не верь, сейчас увидишь. Прокатиться не желаете? Не желаете покататься? Почти нет. Молодой человек, не желаете на мотоцикле? Прямо отшла. Мое ощущение, я могу сказать, ужас, глупость. И что я здесь делаю? Это свидание. Почему слиться-то? Я же для тебя стараюсь, чтобы... Ты захотел в ресторан, но мы и пойдем. Ребята, не хотите на мотоцикле прокатиться? Прокатиться с ветерком. А то мне стоять уже надоело. Я так катилась всегда. Ух ты! Без шлема никак. Классно, скажи. Все, у нас теперь новая пара. Нестримные эмоции припохлюют Аню. И лются у Вильневуха. Вы понимаете, первое свидание. Ни денег, ни машины. Еще и здоровье у Хайдока. А тут еще и не работает. Извозом зарабатывает. Вот у вас трое было первое свидание. Великолепно. Ну, спасибо вам большое. Ай-яй-яй. Адени. О, значит, уже на салате их будет. Слышишь ты, Адени. Давайте, у нас очень интересно. Ничего страшного, я с таком же каталась. У меня было так ощущение, что я там стою как для декорации. Что я не на свидание, а просто стою, собираю эти деньги и держу то, что мне люди дают. Я еще хочу... Ай-яй, за отдельную плату. Нам надо ускорить этот процесс. Бизнесменка. Сумочку туда, я же не вешалка. О, боже мой. Смешалась, дерзила, хамила клиентам. Так дела не делаются. На картаны села. Держите. Спасибо большое. Спасибо. Ну, на ужин уже хватит. На прямо? Да-да-да. Да, еще и везти. Пул жизни я такую мечтала. Она постоянно губнела, думала, кормлю и подобрее станет. Ресторан было обрано не с бюджетных, а бы тільки Ані догодити. Ну, выбираю, что хочешь. Девушка, я буду блюдо от шефа стейк со свининой, со сливочным грибным соусом, салат греческий и соков грейпфрут. А мне чай. Красавчик! Женя, а почему ты заказал только чай? Слежу за фигурой. Я понимал то, что ресторан не из дешевых, что может не хватить на все. Пока вышуканный обид для Ані и чай готуется, Женя цікавится, кто и звидки такая принцесса. А ты вообще чем увлекаешься? Я занимаюсь спортом, легкой атлетикой, метаю диск, толкаю ядро. Да, я сакаю. Даллельно с этим я еще преподаю в школе информатику. Программирую и учу компьютерам. Очень люблю общаться с животными. А как насчет собачек? У меня алабаи. Мама. Такая маленькая девушка и два медведя с ней рядом. Алабаи, по отдельности вы гуляете? Я не рискую. Очень сильные собаки. У меня свой дом, им повезло. У них есть пространство, где они могут побегать, погулять. Кроме того, я очень люблю читать. Особенно я предпочитаю читать исторические книги. Почему она вот так вот говорит? Я вообще-то люблю это сделать. О, боже, где вы их находите? Где вы находите вот таких вот кадров? Да, мы вышивали общество. И рыцари, они катались на лошади. А какой исторический персонаж? Хотя парень, обычно, я смотрю, нормальный, адекватный парень. Человеческие персонажи, это австрийская императрица Зизи. Слышал, но не особо вникал. Он простой, я как-то считаю, что это все-таки более интеллигентная. Интеллигентная она. Подают вышу канистравы и... Ты могла бы вообще прийти со свидания, блин, со своими усиками и щетиной. Господи, интеллигентная ты. С усами ходит, ее родинка смущает. Такое ощущение, как с пакета. Девушка, а можно вас? Я заказывала фреш, а это пакетированный апельсиновый сок. Или салфетку, простите, можно попросить элементарные хотя бы. Как по мне, она не похожа на ту девушку, которая питается в элитных ресторанах и бьет там фреши по утрам. Сыр немного соленоват, на мой взгляд. О боги, ребята. Были отношения? Были. После. Какой. Выйти за меня замуж. Ужасный девушка. Поначалу тяжело пережить. Девушка, можно вас на секундочку? Ну, просто они должны забирать, а не я должна отставлять. Ну, они вроде как забирают, а доедают. Ни в коем случае не хотел бы, чтобы моя девушка вела себя так, как Аня. Она такая принцесса-королева. Мне реально стало интересно, какие же у нее запросы к парням. Какого ты вообще ищешь мужчину? 3000 долларов. Чтобы он слушал меня. Сколько он зарабатывает должен? Хотелось бы побольше. 3000-23 долларов. Доход в месяц? Постоянный, желательно, забыла уточнить. Боже мой. Как у тебя вообще с отношениями там были ли серьезные? Никак. У меня еще не было ни с кем серьезных отношений. Я ни разу ни с кем не встречалась. Вот с тобой только первый раз встретилась. Ни с кем не общалась, ни с кем никуда не ходила. Ты же королева. А чё ж, как? Нужно задавать не мне, по-моему, а мужчинам. Почему они не стерегаются и какие-то отношения пытаться строить. Романтичная вечеря добегает конца. Ты чаевые не будешь оставлять? Буду, конечно. Принято и нужно оставлять чаевые. Всегда стараюсь оставлять. Их не оставляют. Женя оставил в этот раз чаевые с целью произвести какое-то впечатление. Боже мой. Боже мой. Честно, вот бывает смотрю все эти моменты. Ну тут знаете, тут просто моральные какие-то уроды живут. Блин. Просто давайте смотреть на девушку как на здорового человека. Не важно, что на низкого роста. Ну это просто звездец. Это про... Я не використовую останнюю спробу реабилитуватися. Сегодня были чуть-чуть... Даже слова тяжело подобрать. Думал посидеть на природе. Очень рада, что они не осуществились честно. Сама никто себя считает самой лучшей. К сожалению, я тебя не смогу отвезти домой. У меня диабет. Я в темноте очень плохо вижу и стараюсь как бы не ездить. А я в таком случае как доберусь домой, Женя? Могу вызвать тебе такси. Буду благодарна. Она не поинтересовалась, не посочувствовала даже, как я сам буду добираться. Это я понимаю, как? Второе свидание будет или что? Вы серьезно? Абсолютно безразлично, как он домой будет добираться. Да... Никак он не будет. Он просто кинул мотоцикл. Он сейчас попытается их вправить мази, да это безрезультатно. Я даже не поверю в то, что им уже вправить мази. Серьезно. Я покажу тебе, как расскажи про белое свидание. Все сразу пошло как-то наперекосяк. Что случилось? Женя решил прокатить меня на байке. И во время езды мне стало очень-очень плохо. Меня сю трясет, меня укачало, мне плохо. Он на это абсолютно не обратил внимания. С мотоциклами я больше связываться абсолютно не хочу. Что понравилось? Ужин в ресторане. Ну правда, я ужинала, а он пил чай. Почему? Женя сообщил, что у него нет денег на ресторан, и он их начал зарабатывать. Безвозом зарабатывает. Кошмар. Я бы хотела мужчину, имеющего стабильный ежемесячный доход. Такой мужчина, это ниже твоего уровня? Я считаю, это не моего уровня. Да вы что? Каким бы ты хотела сделать свое свидание? Мужчина в строгом деловом костюме. Вы другого мужика и найдете? Наверняка хочется, чтобы были какие-то изысканные блюда. И увидеть процесс этого приготовления прямо перед тобой. Вы другого мужика найдете? Я хочу сейчас, чтобы прошло свидание твоей мечты. Желаю тебе хорошего времяпрепровождения и приятного аппетита. Спасибо большое. Наконец, оно случится. Аня впевнена, что сейчас до ней приедет человек ее мечтает. А пока ждет, девушка имеет шанс оценить обслуживание. Что порекомендуете? Например, миксала с черри и авокадо с тигровыми креветками на гриль. Еще что-то есть. Порекомендую очень вкусное блюдо. Дорада с овощами гриль. Ни разу не пробовала, поэтому я соглашусь. Из десерта могу вам посоветовать клубничные мельфеи. Думаю, вам понравится. Во время ожидания я смотрела не только по сторонам, а и в окно, и думала, что вот сейчас появится тут молодой человек. Нет. Пожалуйста, ваш на пиве готов. Спасибо. Безалкогольный. Благодарю. Прошу прощения, девушки. Или вас просили передать эти прекрасные цветы? Спасибо большое. Молодуша, а позвольте спросить, кто просил передать этот прекрасный букет? Это был мужчина, но он пожелал остаться неизвестным. Было очень приятно, очень неожиданно. Мелькнула мысль, а вдруг это этот человек просил передать мне букет цветов? Ну, нет. Ваш салатин готов. Спасибо. Желаете оливкового масла? Да. Наверное, никто, наверное, не придет, скажет. Желаете еще, может быть? Нет, спасибо. Пока. Может быть, все в порядке. Немного скучновато, но... Наслаждайтесь блюдом, пока что. Приятного аппетита. Интересно, какой финал? Молодой человек, ко мне потом подойдете, пожалуйста. Что, опять не так, да? Хорошо, можно подавать основное блюдо? Либо это он? Второй на свидании. Немного понравится. Это рыбка Дорадо с овощами на гриле и апельсиново-имбирным соусом. Спасибо больше. А это все топчет и топчет. Такие блюда я ела первый раз. Все было великолепно. Обслуживающий персонал был на высшем уровне. Зеленая часть мяда для вас. У меня есть шанс, что вы меня назовете отправителя? Конечно, нет. Потому что его не существует. Была обида. Приятного аппетита. Я бы хотела, чтобы молодец жидко кормил меня этим десертом. Это было бы веселее. Куда оно в тебя все лезет? Возникало желание поделиться своими впечатлениями, эмоциями. Ну, было не с кем. Ну, че? Цветочки. Да, от неизвестного отправителя. Это было свидание твоей мечты? Все было великолепно. Единственное, я его провела одна. То есть, было все, но не было человека? Человек. Если вот на час весов поставить роскошь, богатство, изобилие и человека, что для тебя важнее? Самое главное – человек. Ой, да ладно, поняла она. Действительно, поняла, что общение с хорошим человеком ни разного изменения внешней мишуры. Если взять ваше первое свидание с Женей, как ты можешь сравнить это вот с этим свиданием? Поняла, что Женя все-таки делал все возможное для того, чтобы прошел вечер приятный. Нихрена ты не поняла. Из-за того, что она просто неопытная еще, я решил пригласить на еще одно свидание. Только на этот раз уже устроить мини-сказку, воплотить ее мечты и посмотреть, изменится она или нет. Привет. Привет. Это тебе. Спасибо большое. Женя пришел с теми цветами, которые мне нравятся. Много думал о нашем первом свидании. Все прошло, скажем, не совсем гладко, не так, как хотелось. Но в этот раз приготовил для тебя то, что тебе больше по душе. Возможно, были моменты, где я была резкая. Но я надеюсь, на этом свидании их не будет. Пойдем. Что ж, спроба номер два. Чисто неромантичным, все побачили. Она говорила, что занимается музыкой. Решил отвезти ее туда, где играют уличные музыканты. Я бы тоже хотела сыграть тебе. Было интересно послушать. Я сыграла мелодию, которая называлась «Я бы сделала для любви и все», но не знаю, что. Но Женя, на отличие от Дании, точно знает, чем сьогодни ее подкорюватимет. Я помню, ты говорила на первом свидании, что любишь императрицу Зизи. Твоя мечта – прокатиться на лошади. Я сделал все для этого, чтобы ты почувствовала себя как в сказке. Обалдеть. У меня была мечта – покататься на лошади. И мрии действуются. Теперь лишь треба мрию оседлати. Нет. Как ты на нее залезла? Я старался, чтобы не облажаться. О. Висоту взято. Залишилось перетворити Аню на императрицу. Сребляста мантия и... Корона. Да, для нашей звезды обязательно корона нужна. Что, образ императрицы завершил? Ну что, поехали? Поехали. Розпочинается царская прогулянка. Мантия с тярой. И при этом с недовольным лицом. Императрица не в гуморе. То Женя вирішує розважить ее свитскую беседу. Раньше увлекался историческими боями, рыцарей, турниры. Это вообще не тема для беседы. Последний раз сражался за Англию. На мотоцикле, я чувствую рыцарям дорог. Современный рыцарь. Ей настрать. Смотрите на вирсу. Муха, я стараюсь, стараюсь. Я все не топлю. Я же, она нихерна не изменилась. Что нам пытались показать? Сейчас роду ватый монаршу особу. На первом свидании готовил пикничок. И сейчас, я думаю, это будет самый раз после прогулки на природе. Женя, а ты это все сам сделал? Да, готовился. Главное просто иметь смекалку. И можно сказку устроить, не имея при этом денег. Было видно, что это обычные покупные фигурки. Зачем ты пытаешься показать себя лучше, чем ты есть на самом деле? И начали по-царски пировать. Готовить не особо умею. Но бутерброды сумел склепать. Да, вот это вы бабу нашли. Девушка, назвать ее язык не поворачивается. Бабу. Не, ну, извините. Для ее величества не заготовил 100-500 вариантов бутербродов. Нифига не поменялось. Я же говорю, я сразу сказал. Я была не очень голодна, но из уважения к его стараниям я откусила от бутерброда. Ну, есть с таким лицом, реально можно ежову заработать. На первом свидании я без внимания отнеслась к тому, что у тебя диабет. Вспомнила то, что у меня диабет есть. Это у тебя врожденное или приобретенное заболевание? Приобретенное. Помню, встретил свои 11 лет. Вот, и на следующий день уже как бы попал в реанимацию. Там уже оттанчивали. Какой дискомфорт опять я тебе создаю. В питании более-менее придерживаться, плюс периодически делать... Голодца во время, да. На данный момент осложнение пошло на зрение. Честно, это интересно. Ну, из уважения к Жене я более детально расспросила о его болезни. Нет слов, ребята. У меня тоже не заболевание, но у меня... Головы. Головы. Мимо ушей пропустила. Головы, проблема. Честно сказать, я другого не ожидал. Пофиг так, пофиг. Слегка ниже ростом, чем окружающие меня люди. Да. Но несмотря на это, я продолжаю жить обычной, нормальной, полноценной жизнью. Мешает в спорте. В какой-то степени спорт даже помогает держать суставы в стабильном состоянии. Сейчас главной моей целью является как подготовка к Паралимпиаде. Ого. Хорошо то, что она посвятила себя спорту. Но при этом, если она не изменится, то... Как она меня пестит, ребята. Она так и выйдет сам уж за спорт. А это как-то влияет на твою личную жизнь? Свидание с тобой, это было первым свиданием в моей жизни. И последним. Хочу тебя огорчить. Будет и последним. Я как секс-языка снял, я же говорю. Кто никогда не забыл о своей возможной последней встрече, Женя подготовил еще одну дивану. Да с тобой жить никто не захочет. Будет и символ любви, чистоты семьи. Давай запустим их и загадываем. Как можно быть таким человеком? Давай поддерживаем. Как ты себя так воспитала, что тебя аж коробит? Ну реально, как? Держи. Как можно быть такой мерзкой? Загадываем желания. Вот. И выпускаем их. Раз, два, три. Сказали вверх, она прямо кинула. Она была связана с тем, что символизирует голубь. Семью, любовь. Что-то мне кажется, Аня загадала корону. И золотого пони. Второе свидание я никогда не забуду. С нетерпением жду финала. Да какой финал? Вы о чем, ребята? Добрый вечеральный момент уже совсем близко. Это что за трешняк был? Здравствуйте, Владимир. Привет, Анечка. Как ты можешь описать свое первое свидание? Его лучше забыть. Мне очень плохо. Но как опыт, это урок своеобразный. Что тебе принес этот опыт? На втором свидании я почувствовала себя императрицей Зизи. Иметь поклонников. Каждому приятно. Да. Добрый день. Женя. Какое было первое впечатление про Аню? Двойственное. Первые впечатления отвратительные были, потом вроде как менялись. Но на данный момент... Все равно отвратительные. В раздумьях. Пришло время озвучить свое решение. Проходи к Ане и успехов. Спасибо. Да не дыбит он ее. Думаю, сегодня мой ответ будет покруче любой ее медаль. Мне действительно есть что ей сказать. О, сейчас еще выскажите ей все в лицо, да? Привет. Привет, Женя. Можно я скажу первую? Пожалуйста. На первом свидании ты вела себя не особо адекватно, хамила, всем была недовольна, постоянно рубила людям, в том числе и мне. Первое мнение о тебе было не очень. Но на втором свидании я старался, чтобы ты почувствовала себя как в сказке. Но, к сожалению, я не получил пол-предачи, поэтому я тебе говорю, нет. По поводу адекватности это спорный вопрос. Потому что ты видел, это была обычная реакция человека, находящегося в состоянии стресса. Ты, конечно, извини, но как я не старался к тебе ничем не уводить. Счастливенько. Мы с ним не пара, как не смотри. Несмотря на то, что они не выбрали друг друга, Женя все-таки помог, они переместился из 19 века в 21. И это самое главное. Это не хрена, реально. Это просто кобздец. Ну, согласитесь, это полнейший трешняк. Если вы готовы высказаться, выскажите из комментариев. Я люблю читать ваши комменты. Самое интересное, я пролайкаю. Ну, это просто пипец. С вами был Андрей Чент. Всем пока.